Прошлое забывать нельзя. А прошлое это вот они, ветераны, которые прошли сами эту войну и кровью и потом завоевали нашу победу и по большому счету подарили нам всем жизнь. У каждого из них было свое начало войны, одинаково тяжелое и страшное. Среди ветеранов, приглашенных в ДК железнодорожников, те, кто приближал победу на передовой и те, кто с детства наравне со взрослыми трудился в тылу. Кажется, это было еще вчера, говорили свидетели войны. 13 лет пошла работать. Восстанавливали вокзал, восстанавливали школы, все было разрушено. Вспоминаются события такие, что надо только книгу писать, многое вспоминаешь. Хоть бы наши дети, внуки никогда не видели этого, понимаете, очень страшно было. День Победы для нас это самый главный праздник на протяжении 68 лет, говорили ветераны. Главное, чтобы победители знали, о них не забывают, подчеркивали представители молодого поколения. Телеканал Первый областной в это внес свою лепту. К сожалению, наша телестудия не позволила нам в этом году устроить такой же прием, как мы делали в прошлом году. Сегодня ветеранов собралось больше и вот совместно с ДК железнодорожников мы решили устроить такой хороший, искренний, душевный праздник. Подготовили специальную праздничную программу, пригласили из Москвы известного киноактера Юрия Батурина. Коллектив железнодорожников славен именами, которые отличились в военное время, трудились в телу. И сегодняшнее мероприятие, это одно из целого ряда мероприятий, которые запланированы в канун празднования Дня Победы. У нас, как у железнодорожников, обязательно дедушка с бабушкой это железнодорожники. Оба деда были машинистами, один дед дошел до Праги. К сожалению, в живых уже никого не осталось, но те рассказы, те награды, которые остались от них, они хранятся в нашей семье. Помимо руководства железной дороги, поздравить ветеранов пришли представители районной и областной власти. Неизвестно, кому больше нужны такие встречи, им или нам. Наверное, нам, потому что наши будущие поколения, наши дети, наши внуки должны принести память об этих событиях через много-много лет. И от того, как мы умеем относиться к этому поколению, к этим воинам, которые заслужили эту победу, кровью завоевали ее. И, наверное, от этого зависит, от того, насколько чистое, насколько нравственное у нас общество будет расти. У меня дедушка был танкист, он также воевал, но его сейчас нет в живых. Мы, молодое поколение, обязаны ветеранам за то, что мы сегодня здесь, за то, что мы общаемся, за то, что мы живем. Каждому из пришедших ветеранам вручили подарки и цветы. Кульминацией праздника стала разноплановая концертная программа. Промчалась песнь от крана и до крана. Мир победил! Окончена война! Особенно тепло встречали зрители известного российского актера Юрия Батурина. В своем плотном графике он нашел время, чтобы поздравить жителей Орла. Но я хочу вас попросить. Живите. Живите как можно дольше. Пока вы живы, этот мир не увидит новой большой войны.